Видео подготовлено с сайтом online.gz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнено задание номер 552. По железной дороге нужно перевести 750 тонн зерна. Сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый по 60 тонн зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40 тонн, можно перевести это же зерно? Но давайте запишем краткое условие. Всего у нас 750 тонн зерна. У нас есть первый тип вагонов. Всего у нас неизвестно, сколько вагонов в этом поезде. Но один вагон – это 60 тонн. А второй тип поезда или вагонов – тоже неизвестно, сколько нужно таких вагонов. А один вагон – 40 тонн. То есть на два вопроса ответить нужно на этот и на этот. Чтобы ответить на каждый из этих вопросов, нужно все количество зерна разделить на количество зерна, которое вмещает один вагон. То есть 750 нужно сначала разделить на 60. И выполним это действие в столбик. 750 разделим на 60. Начнем делить числа 75. И берем по одному. 1 на 60 будет 60. Вычитаем. Получаем 5, 1 и 0 сносим. И берем по 2. 2 на 60 будет 120. 150 минус 120 будет 30. Получили. 12 не полное частное, а остаток 30. То есть полных 12 вагонов мы можем загрузить по 60 тонн в каждом. Но еще 30 тонн останутся незагруженными в эти 12 вагонов. Потому что, чтобы увезти все 750 тонн зерна, понадобится на один вагон больше. То есть 13 вагонов по 60 тонн. И второе действие. То же самое сделаем. 750 только на 40 разделим. Выполним деление уголком. И начинаем делить тоже числа 75. 5 и берем по одному, будет 40. Получаем 35 и 0 сносим. По 8 берем, получаем 320. И 350 минус 320 тоже будет 30 остаток. У нас получится 18 и остаток 30. И чтобы увезти остаток 30, то есть 30 тонн зерна, которые не поместились, в 18 вагонов, нужно еще один вагон добавить. То есть 19 вагонов нужно взять по 40 тонн. И выполнили задание 552. Но, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.